Приветствую вас на канале Светочная Русь. Нам потребуется пигмент от Данслигин, прозрачный гель от Сота, верхние формы от именька размер М. Я уже подготовила ногтевую пластину, нанесла базу, беру верхнюю форму, наношу туда прозрачный гель, не просушиваю, беру обычную пищевую пленку и укладываю ее в нашу форму, создавая вот такие заломы, не мелкие, стараемся-ка покрупнее. Просушила 10 секунд, снимаю пленку и наш такой хрустальный ноготок готов. Беру пигменты и начинаю со светлого, им заполняю у кутикулы и где свободный край, а середину втираю темно-синий пигмент, чтобы у нас создалась такая как бы тень. Вы, конечно, можете делать абсолютно наоборот, просто мне сейчас захотелось сделать именно так. Переворачиваю, оцениваю наш дизайн, мне все нравится, и я начинаю наносить форму прозрачный гель. То есть я буду работать здесь жидкими гелями, это очень классная техника, получается очень чистое наращивание. Распределила гель в одну толщину, переворачиваю, смотрю в торец, примерно 1 мм, перехожу к постановке. От кутикулы отпускаю форму вниз и даю усесться материал. Чуть-чуть его как бы отодвигаю для того, чтобы у меня прям была идеальная линия у кутикулы. Через 15 секунд немного поджимаю, потом просушиваю одну минуту, снимаю форму и еще отправляю на минуту сушить. Снимаю дисперсию и перехожу к опилу. Опил здесь вообще минимальный. Подпилила торец, снизу мне вообще нечего выпиливать. Боковые, нижние параллели, немного пройду кутикулу. Как видите, там маленький-маленький такой порожек, который я беру при помощи нескольких движений пилкой. Бафлю наш ноготок, убираю пыль. В матовом тоже красиво, но мы будем делать хрустальные цветы. Для этого я создаю подложку из гель-лака в кошачий глаз. Нанесла лепесток, создала блик и так 3 раза. Промежуточной просушкой буквально по 15 секунд. Потом еще 2 лепестка бежевого цвета. Просушиваю 1 минуту и делаем такую черную тонкую прорисовку, чтобы они были более четкими под нашими объемными лепестками. В центр добавляю синих блесток, создаю серединку. Покрываем топом без липкости, просушиваем, переходим к самому интересному. На все лепестки я сейчас наношу объем прям по всей поверхности лепестка. Промежуточными просушками по где-то 15 секунд. А дальше уже объем топом без липкости я буду наслаивать только по краешкам наших лепестков. И так с промежуточными просушками где-то по 10-15 секунд мы создаем вот эту высоту наших красивых хрустальных цветов. Сушим 2-3 минуты и наша красота готова. Цветок получился невероятно красивый и под разным освещением он по-разному переливается. Надеюсь, что вам тоже понравился мой МК. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, я с удовольствием отвечу. Ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые МК. Субтитры сделал DimaTorzok